Мы сегодня с вами продолжаем такое комплексное рассмотрение проблемы, касаемо управления, не борьбой, а управлением не просто диабетом, а управлением избыточной массой тела. И поэтому я сегодня построила так лекцию, что каждый из вас, наверное, получит что-то для себя интересное, потому что вот эта история, что диабет – образ жизни, это абсолютно правильно. Если мы говорим о диабете, то, что нельзя больным диабетом в питании, это практически нельзя никому из нас. И сейчас я просто поставлю тайминг, чтобы мы с вами смогли уложиться в то время, которое мне выделено. Итак, почему, собственно, я подняла такую тему? Да потому что, смотрите, взяли 195 стран, исследовали 79 факторов риска у мужчин и у женщин, наблюдали 25 лет и посмотрели, что диетические факторы риска занимают первое место наряду со всеми другими, такими, как частота воздуха, такими, как употребление различных препаратов, алкоголь, то есть вы видите, табака, курение. И на первое место по всем параметрам вышли диетические факторы риска. Если мы с вами вернемся к пониманию физического понимания набора массы тела, а, собственно, если набор массы тела большой, то мы понимаем, что это причина развития сахарного диабета – ожирение. Я сегодня не буду рассказывать все эти патогенетические механизмы. Я коснусь конкретно сегодня ваши вот эти полчаса мы займем на обсуждение именно стиля питания. Не режима, да, непорядка, а именно стиля питания, потому что у каждого человека должен быть не только свой стиль одежды, но и свой стиль питания, потому что мы все с вами имеем абсолютно разную генетическую карту. У нас сформирована определенная эпигенетика. Да, наверное, мы живем теми, собственно, с кем я общаюсь в одной среде. Мы дышим практически одним и тем же воздухом. Мы с вами едим пищу, мы ее расходуем. И вот эта история взаимодействия, накопления массы тела, приема пищи, расхода энергии, поглощения питательных веществ в условиях эпигенетики и определенных условий проживания, собственно, и диктует наш метаболизм. Если мы с вами посмотрим регуляцию энергетического гомеостаза, то вы видите, что тут очень тесное взаимодействие мозг, кишечник и жировая ткань. И посмотрите, сколько молекул, это, я не знаю, это одна даже какая часть молекул здесь представлена, которая показывает, насколько непросто регулируется эта система гомеостаза. Так, врачи честно думают, что все те пациенты, которые до нас дошли, нам кажется, нам хочет сказаться, что те пациенты, которые до нас дошли, они будут соблюдать наши советы. К сожалению, только 13% используют советы наши, потому что одни просто не понимают, как это сделать, как собрать этот мифический рацион питания, который посоветовал доктор. Да потому что всегда надо помнить, что человека окружают разные ловушки. И идея того, что человек не может один взаимодействовать с окружающим пространством, она абсолютно. Другие не верят, как можно достичь результата, а третьи не знают, как сделать и, собственно, как приложить все эти советы. Да, доктор сказал, не есть после шести, как они спрашивают, да, после восьми можно, потому что на работе, если у него это невозможно соблюдать, потому что на работе начальник не любит, когда запах еды в офисе, при этом не отпускает на обед. Вот тут столько всяких препонов. Да, конечно, мы понимаем, что хорошо жить всем на берегу океана, получать витамин D из солнца, получать йод, сидя на берегу океана, да, в парах этого океана, питаться свежевыловленной рыбой, свежие овощи, фрукты есть. Но мы живем в таких условиях, в которых, собственно, приходится нам с вами жить. И есть или не есть, это тот вопрос, который задает, наверное, часто себе человек, потому что питание и еда – это самый легкий способ получения удовольствия. И посмотрите, это процесс интеграции сигналов различного метаболического происхождения. Это сигналы жировой ткани, информационные сигналы, гастроинтестинальные. Но сегодня я хотела бы поговорить с вами о такой тонкой материи, которая называется вкус. Итак, вкус матери передается, вкусовое ощущение матери передается ребенку через амниотическую жидкость. Это вот глобальное понимание должно у нас сформироваться. Я сегодня буду читать лексу не то, что «делай так, делай так, делай так». Нет, абсолютно не про это будет лекция. Это будет лекция об осознанности восприятия пищи как инструментов управления собственным здоровьем. Итак, мать уже начинает сформировать ребенку вкусовые пристрастия. Младенцы и подростки, у них не сформирована префронтальная кора, и это снижает управление желаниями. Дети предпочитают интенсивные вкусы, да, сладкие, кислые, соленые. С возрастом пища начинает казаться безвкусной, потому что меняется среда во рту, гормональный статус меняется, есть проблемы с зубами. И вот это вот фронт-деск, это парадная наша пища, ротовая полость, она тоже оказывает влияние на вкусовые пристрастия. И я думаю, что вы согласитесь, что блюда традиционной кухни веками сохраняют популярность именно благодаря наличию баланса вкусовых ощущений и питательности. Ведь у каждого народа есть блюда традиционной кухни. Это те блюда, которые отвечают генетике и генетикой этого народа. Что же такое вкусовые ощущения? Это не просто сладкий, соленый, горький вкус. Давайте начнем с того, что первое, что когда человек видит пищу, когда вот он сталкивается с пищей, он чувствует запах. Первое – это запах. Запах бывает ортоназальный и ретроназальный. Вот что касается ретроназального, это то восприятие пищи, которое формируется при жевании. Ретроназальная. И на вкус влияет как раз ретроназальное восприятие пищи. Если вы хотите отвратить от себя человека, вы можете сделать это просто с помощью запаха. Так, когда вы видите пищу и ощущаете ортоназальный, вот этот вот, да, первый доступ к пище – ортоназальный запах. Это одна история. Потом вы употребляете пищу, вы начинаете разжевывать этот комок пищи. И вот тут, наверное, я порушу какие-то догмы, которые созданы у вас в голове. Почему-то очень долго говорили, нельзя запивать пищу. Это история, что пища что-то там неправильно переваривается. Пища в желудке находится от 6 до 8 часов. От 6 до 8 часов пища там, да. И что, какая разница, до, после, во время вы выпьете эту воду. Но почему нужно запивать пищу, я вам объясню. Потому что, чтобы проработать все рецепторы, пища должна быть сформирована с помощью, да, пищевого комка. Вы должны долго ее жевать. А когда есть жидкость, то эти рецепторы лучше взаимодействуют, да, с пищей. Проработка рецепторов идет лучше, когда пища жидкая. А вы прожевываете пищу, тем самым вы прорабатываете ретроназальный способ взаимодействия с этой пищей и усиливаете чувство сытости. При поступлении к рецепторам ретроназальным путем, запах доминирует над вкусом. Вот нам важно понять не только вкус, а интеграция всех этих взаимодействий. Так вот, совокупность вкуса, запаха и текстуры пищи. Дальше. Ретроназальное обоняние – это основа формирования мозга нашего вкусового восприятия, которое стимулирует голод и повышает потребность пищи. Когда мы долго жуем, тогда начинает включаться рецептор не только на уровне ротовой полости, они начинают включаться дальше по пищеводу и ниже, да, по желудочно-кишечному тракту. Потому что у нас есть вкусовые рецепторы не только во рту, они есть по всему желудочно-кишечному тракту. И вот тут, что интересно, что вот если мы возвращаемся к запахам, да, ну, собственно, жаль, что мы не в таком прямом контакте, я бы вас спросила, а кто болел ковидом, а болели практически все, а у кого выпали запах, у очень многих выпадал запах и вкус у многих выпадал. И вот обонятельная луковица – это одна из самых важных компонентов системы восприятия вкусовых ощущений. И что самое интересное, возврат к этим запахам происходил у всех по-разному, у кого-то один-два дня, а у кого-то три месяца, а у кого-то и вообще до сих пор не вернулся этот вот способ, да, восприятия запахов через луковичку. Какие мы знаем базовые вкусовые ощущения? Соленый, кислый, сладкий, горький и умами. Это основные базовые вкусы и те, которые мы, собственно, с которыми мы сталкиваемся. Сладкий вкус, он исторически заложен нам для того, чтобы давать чувство насыщения, да, сытость и насыщение питательных подсластителей достигается за счет сладости. Дальше, сладкий вкус часто играет ключевую роль в определении вкусовых качеств еды. И в большинстве случаев сладкий вкус усиливает чувство голода, подавляет чувство сытости. Почему? Да потому что, когда мы едим сладкую пищу, то выбрасывается большое количество инсулина, даже уже эта стимуляция начинается на уровне ротовой полости. А вы знаете, что у пациентов, наших пациентов с диабетом, очень высокий порог, высокий, завышен порог восприятия к сладкому. То есть им надо больше сладкой пищи съесть, чтобы они почувствовали сладкий вкус. Вот это парадокс, да? То есть люди, которые не имеют проблем с углеводным обменом, они сладкий вкус чувствуют лучше. А людей, у которых есть проблемы, то есть им, чтобы достичь чувства вот этого удовлетворения сладкой пищи, надо больше сладкого съесть. Восприятие вкуса – это комбинация мультисенсорных модальностей. Да, и так мы сказали, считание вкуса, аромата – это кросс-модальная ассоциация вкуса и аромата. И дальше мы с вами должны посмотреть на то, собственно, что нам дает пища. Чётко совершенно известно, что есть люди-гедонисты, которые являются этой врождённой способностью. Если мы маленькому ребёнку капнем сладенькое что-то в рот, он ещё не может разговаривать, у него только-только формируется вот это взаимодействие с миром, то у него будет удовольное, такое радостное выражение лица. Это приятно и вкусно для него. Но мы чётко совершенно знаем, что есть люди-гедонисты, а есть люди, которые ещё, у них вот такой спектр восприятия различных вкусовых рецепторов тоже разный. Есть люди, которые говорят мне, ой, не люблю этот базилик, он неприятный. Или ой, я кинзу не буду есть, она там, я не знаю, принято, клопами пахнет. Какие-то жуткие вещи говорят про очень нужные продукты. А на самом деле люди, которые не восприимчивы к горькому вкусу, а горький вкус – это проприорецепторы, у них малая рецепторная активность к горькому вкусу, они употребляют больше жирной, сладкой пищи и алкоголя. Потому что непроработка горьких вкусов ведёт к тому, что они едят больше жирного, сладкого и больше употребляют алкоголя. Вот посмотрите, насколько серьёзно это взаимодействие с пищей. Нам казалось бы, да, поел и пошёл. Нет, пища – это не только, вот как заправили бензином машину, нет. Надо принимать пищу, вот как эту кросс-модальную модель, и тогда мы сможем с вами достичь какого-то понимания правильного употребления тех или иных продуктов. Открытие нового блюда важнее для счастья человечества, чем открытие новой звезды. Это сказал великий повар французский, который очень долго работал мэром. И как тот король, который пошёл выращивать капусту, этот мэр пошёл и открыл рестораны. Я думаю, что вы все согласитесь с этим выражением. Что я хочу обратить ваше внимание? Посмотрите, зоны мозговой активности при стимуляции приятными запахами пищевой теологии. И что мы видим? Мы видим, что эти зоны такие же, как при потреблении наркотических веществ. Если не будет проработки вот этого вкусового восприятия различной пищи, прям кросс-модальная запах, вид пищи, воспоминания пищи, подготовка, праздник, ожидание праздника. То есть, чтобы насытиться, не надо много есть. Надо создать, проработать всю эту кросс-модальную модель. А если мы посмотрим с вами на этот слайд, то мы понимаем, что когда человек не удовлетворяет правильно, не прорабатывает свои зоны мозговой активности на уровне пищевой теологии, то мы зачастую видим проблемы, люди употребляют наркотические вещества из-за этого. То, что гиппокамп связывает воедино распределенные по сенсорным зонам мозга следы воспоминания пищи, это поддерживает целостность энграммы. Это то, что нам дает вот это основание для кросс-модальной модели. И известная история сытой голодного не понимает. Когда вы садитесь за стол, вы предвкушаете удовольствие, интенсивность эмоциональных образов, вкусовых ощущений. И сами вкусовые ощущения напрямую зависят от того, насколько вы голодны. Но чтобы было вот это вот такое облако восприятия этой пищи, должно быть подкрепление очень многими стимуляторами. К сожалению, этим пользуются производственники. Когда вы заходите в гастрономический магазин какой-то, то запах иногда бывает синтетический, который заставляет вас покупать то, что вы бы и не купили. Какие вкусовые причины переедания? Если мы имеем доступ лишь к одному вкусовому ощущению, мы быстро наедаемся и нам становится скучно, и мы что-то хотим еще съесть. Но если это будет вот так называемая кросс-модальная модель, то тогда мы можем малым количеством удовлетворить свои вкусовые рецепторы. И если мы посмотрим здоровый мозговой цикл, то вы видите, что здесь все очень равнозначно. Значимость, контроль, саморегуляция, приоритетность, потребность и память. Вот это настолько равновесно, что можно поесть, оно не доминирует. А когда мы посмотрим, значимость превалирует над контролем, вообще контроль куда-то упал по объему, приоритетность, потребность и память, то тут не просто можно поесть, а прям надо есть. Итак, как мы видим, что причина набора массы тела, а соответственно, если набирает человек массу тела, то это прямая дорога к сахарному диабету, причина набора массы тела и ожирения, она в том числе затрагивает работу над своими вкусовыми пристрастиями. И очень важно сегодня пропагандировать не диеты. Диеты – это на короткий промежуток жизни. Как только заканчиваешь диету, все возвращается, и все возвращается с плюсом. И диета, она нужна та, которая нужна вам. И не просто диета, это стиль питания на всю вашу жизнь. Я говорю вам, потому что, вы помните, да, из всех факторов риска глобально на здоровье влияет больше всего диетологический, не только на диабет. Диабет, ну слушайте, что собственно диабет? Диабет, как и другим людям, подразумевает категорическое исключение прямо вот легко усвояемых углеводов. А дальше, а дальше – это образ жизни. И осознание вкуса, принимая пищу – это очень важно. Правильное питание подразумевает, когда выбор белков идет, то мы отдаем предпочтение морепродуктам, постному мясу, рыбе, птице, яйцам. Если вам предлагают съесть мясо, съешьте лучше рыбу. Старайтесь избегать потреблять продукты, содержащие только клапки или трансжиры. Стараемся готовить вообще без добавления масла. А если добавляем, то очень небольшое количество. Есть такие пульверизаторы для сковородки. Используем в рационе больше продуктов, где много пищевых волокон. Не забываем включать зерновые, потому что на самом деле пищевых волокон как раз больше в зерновых, чем в том же яблоке или в капусте. Из формулы расчета калорийности я категорически сейчас не касаюсь подсчета калорий, потому что у всех есть гаджеты, можно скачать приложение. Тут вопрос именно осознанного подхода. Вот распределяем калорийность в течение суток. Мы видим, что завтрак забирает примерно столько же калорий, сколько и обед. Должно быть три основных приема пищи и один перекус. Ужин должен быть менее калорийный, чем завтрак. Откуда эти все данные? Да вот вы посмотрите, у нас есть данные исследования, которые показывают, что 3-4 раза частота приема пищи уменьшает жировую массу гораздо эффективнее, если больше чем 5 раз в день наши люди употребляют еду. Целый ряд исследований показал, что люди, пропускающие завтрак, более склонны к ожирению, сахарному диабету, артериальной гипертензии, сердечно-сосудистых заболеваний. И чем больше компонентов завтраков, тем меньше склонность к ожирению. Но, как это понятно, когда мы говорим про питание, нет однозначных результатов, кроме что, я вам дальше покажу, доопотребление соли. Так вот, были такие исследования, которые показали, что исключение завтрака из рациона снижало риск общей заболеваемости. Первого завтрака. Но тогда мы подразумеваем, должен быть второй завтрак. То есть тут нет супердоказательности, что обязательно должен быть суперкалорийный первый завтрак. Нет. Если не получается калорийный первый завтрак, пусть будет более калорийный второй завтрак. И вот по исследованиям четырехкратный прием пищи подразумевает абсолютно точно, что должен быть ритм приема пищи. Завтракаем в течение двух часов после пробуждения. Ужинаем не позднее, чем за два часа до отхода ко сну. Соблюдаем биологические часы приема пищи. Разнообразный завтрак обязательно включает плотные белки и медленно усвояемые углеводы. Расписываем кратность и сбалансированность рациона. Расписываем заранее, чтобы, идя в магазин, вы четко понимали, какие вы продукты покупаете. И не попадаетесь в эту ловушку, которую создают вам промышленники. Обязательно должен быть овощной салат. Должен быть режим дня. Режим дня, который подразумевает кратность приема пищи. И в состав ужина должны входить только белковые продукты и овощи. Убираем углеводы. Оставляем только на уровне овощей эти углеводы. Но мы прекрасно понимаем, что еда – это тот самый легкий способ получения удовольствия. Съел человек еды, да, и вроде как настроение улучшилось. А как можно справиться в этой ситуации? Да, вот сейчас хорошо у нас есть солнышко. Это второй способ стимуляции серотонина. Это солнечный свет. Третий способ – это физическая нагрузка. И для того, чтобы улучшить настроение, находим себе занятия физическими нагрузками, не только еда. И не обязательно надо идти всем в тренажерный зал, честное слово. Можно пойти и на танцы. Есть прекрасные сейчас различные клубы для любого возраста. Можно пойти поплавать. У нас столько возможностей в нашем городе, если мы говорим про Москву. Вот сейчас открыт бассейн, открытый бассейн в Лужниках. Пожалуйста, прекрасно. 50 метров бассейн. Заходите, плавайте. И будет вам удовольствие. И, собственно, еще как мы можем с помощью питания улучшить настроение? Мы должны повысить уровень трептофана. Трептофан – это предшественник серотонина. И самый высококонцентрированный продукт – это, я сюда не поставила, это черная икра. Потом идет красная икра. Дальше мы видим сыры, миндаль, кедровые орешки. И где-то, где-то практически в последней трети мы только увидели шоколад. Поэтому не надо оправдывать себя тем, что у меня плохое настроение, я должен съесть шоколад, чтобы улучшить настроение, повысить уровень серотонина. Прекрасно совершенно. Поешьте орешков. Миндаль, кедровые орешки вам повысят точно так же уровень серотонина в крови. Убираем из рациона продукты, которые дают слишком быстрое всасывание. Это жидкие пюре, кашки жидкие. Они быстро всасываются. Но это хорошо, когда человек болеет, и надо быстренько, чтобы у него все сосалось, и дать ему какой-то ресурс. А когда человек не болеет здоровый, то мы тщательно пережевываем пищу. И, кстати, пережевывание пищи и твердая пища улучшают когнитивные способности. Очень много вопросов бывает по интервальному голоданию. Вот по доказательности. Очень много статей. Просто давайте так вот. С любовью к себе. С управлением. С осознанным подходом к питанию. 10-12 часов тот интервал, который не нанесет вреда вашему желудочно-кишечному тракту. Не образуются камни в желчном пузыре. Но зато улучшится чувствительность к инсулину. Повысится антиатрогенные фракции. Снизится атерогенные фракции. Снизится масса тела. Я хочу вам напомнить, что существуют циркадные ритмы гормональные и микробиота. Это то, что сейчас очень модно обсуждать. Она тоже влияет на циркадные ритмы. И самый правильный способ питания, стиль питания, режим, как хотите. Я настаиваю на понимании стиля питания. Это средиземноморская пирамида питания. Она, в общем, скорее жизнерадостная. Если мы будем говорить про структуру этой пирамиды. Первое, что мы ограничиваем. Много, очень большая область расширения потребления продуктов. Но мы ограничиваем красное мясо. Потому что, посмотрите, риск от красного мяса категорически высокий. Если мы говорим про развитие сахарного диабета и метаболического синдрома. Как только мы ограничиваем нитианин пищевой из красного мяса. Тем самым мы повышаем глутатион. И тем самым мы улучшаем свою антиоксидантную способность организма. И вот, опять же, возвращаясь к доказательной базе. Что, на самом деле, очень тяжело найти доказательную базу под питанием. Потому что, да, помним про эпигенетику и генетику. И мы видим, что на первом месте по употреблению продуктов и рисков. Мы видим, что это высокое потребление натрия. Какие рекомендации по соли? От 4 до 6 грамм соли в день. И по продуктам. Продукты, которые повышают соль, это натрий, содержащий продукт. Это не обязательно натрий хлор. Это могут быть другие соли натрия. Но повышение артериального давления. Если вы помните первый мой слайд. То, да, диетологические факторы риска на первом месте. А на третьем месте высокое артериальное давление. По факторам риска. Так вот, видите, да. Натрий очень сильно повышает артериальное давление. И увеличат эти факторы риска. А вегетарианская диета, пищевые волокна, рыбий жир. Правильное соотношение жиров. Потребление одного зубчика щенока понижает артериальное давление. В наших продуктах есть такие соединения, которые называются фитосоединения. И фармацевтические работники как раз много о них знают. Это биологически активные соединения. Природные соединения, встречающиеся в растительных продуктах. Они никак не утилизируются организмом. Они являются практически индикаторами, да, стимуляторами наших процессов в организме. Есть протективные эффекты фитосоединений. Конкретно, вы видите, да, флавоноидов. И очень приятный эффект. Это, да, не только антиоксидантный противовоспалительный антимутагенный, но и протективный эффект в отношении болезни Альцгеймера. Противовоспалительный эффект полифенолов. Вот когда ты выписываешь пациенту, да, съешьте, пожалуйста, обязательно красную вишню. Вот сейчас сезон будет вишней. Ешьте, пожалуйста, вишню. Потом сейчас идет сезон клубники. Пожалуйста, клубника улучшает когнитивные способности. Там есть соединение, фитосоединение. Но что самое интересное, вот посмотрите, сколько противовоспалительных эффектов. И что самое интересное, когда я изучала этот вопрос, то, что у каждого фитосоединения есть свое, там, Ламборгини или Мазерати, я могу только так назвать эти молекулы, потому что у каждой молекулы свой транспорт. И поэтому, собственно, проблема сейчас создать вот в виде молекул эти, да, все мы очень много изученных полифенолов, но, к сожалению, мы не можем доставку обеспечить, вот такую правильную доставку, как это может доставить организм. И самый правильный, получаем удовольствие, да, из пищи. Посмотрите, глядя опять на эту картинку, ну, правда же это не диета. Это стиль питания, который обладает противовоспалительным эффектом. А какие есть доказательные данные по диетическому противовоспалительному индексу? Мы видим группы продуктов, которые имеют провоспалительный потенциал, и группы продуктов, которые имеют противовоспалительный потенциал. Но что касается вина, мы помним про норму потребления. Если вы помните слайд по средиземноморскому пирамиде питания, это один бокал женщины и два бокала мужчины. Фиба – это только 100 мл. Есть такие вещества, которые называются фитоэстрогены, которые помогают нашим женщинам справиться с теми же приливами, особенно в переходный период, в перименопаузу. И у наших коллег из Азии нет термина прилива, потому что их пациенты не жалуются на приливы. Чтобы эти все полифенолы нормально работали, нужно в должном состоянии держать микробиоту. И тогда с помощью таких продуктов, как зеленый чай, белый чай, бобовый, орехи, соя, грейпфрут, гранатовый сок, лимон, львное семя, мы можем ожидать очень много хороших эффектов, которые помогают нашему организму. Мы с вами сказали, что нужна еще физическая нагрузка. Так вот, 2-3 раза в неделю обязательно нужны какие-то силовые упражнения. 3-5 раз в неделю можно те упражнения, которые приносят вам удовольствие. И каждый день надо делать рутинную работу. Не используем лифт, максимально спускаемся и ходим по лестницам. Получаем все возможные физические нагрузки, которые, опять же, да, кажутся рутинными, но это лучше, чем просто сидение в кресле. А вот этот слайд, который, честно говоря, вот меня немного потряс, когда я изучала эту статью, то, что, видите, тут курение, да, оно, конечно, самый такой значимый фактор риска смертности среди мужчин и женщин, но он практически сравним с напряженной работой. И в заключении своего доклада я хотела бы вам дать азбуку продуктов, замедляющих старение. Это авокадо, арбуз, виноград, вода, йогурт и кефир, крестоцветные, кофе, листовые овощи и специи, имбирь, кстати, имбирь, это, опять же, да, тот продукт, который расширяет палитру вкусовую, да, а вот корица, возможно, снижает сахар крови, макаронные изделия, орехи, оливковое масло, овсянка, соя, рыба, морепродукты обязательно, чай, черный шоколад. С утра выпили кофе, съели вот такой вот маленький дольку черного горького шоколада, и вы уже приносите, собственно, пользу для своего здоровья. А сейчас обязательно сезон ягод, вот эти вот такие нарядные ягоды. Пожалуйста, помните, что ягоды – это тот продукт, который точно замедляет старение. И заканчивая свой доклад, я хотела бы сказать вам, что каждый день, слова Константина Сергеевича Станиславского, гениального театрального режиссера, что каждый день, в который вы не пополнили свое образование, хотя бы маленьким, но новым для вас куском знания, считайте бесплодно и невозвратно для себя погибшим. Поэтому, вот получив такие знания, там сразу получается интеллигенция на последующие дни. И у меня вот тут есть вопрос, я буквально пару минут оставила на вопросы. Что способствует высокому риску гипогликемии? Ну, вопрос, я не очень понимаю. Вопрос по гипогликемии, скорее всего, это неправильно сформированная вот эта вот палитра сахароснижающих препаратов. А так, если мы говорим про питание, то гипогликемию, чтобы вызвать, ну, наверное, долгое голодание. У нас есть проба такая, очень жестокая проба для определения наличия образования в поджелудочной железе, да, инсулиномы. 72 часа нужно голодать, чтобы вызвать себе вот прям реально, да, эту гипогликемию. Начинающие диабетики строго контролируют свое питание, буквально исключая все углеводы. Понятно, что убираем моносахара и рафинированные, да. Но почему-то наши эндокринологи запрещают рис и картофель. Смотрите, мы с вами говорили про то, что должно быть абсолютно точно, надо привести в порядок желудочно-кишечный тракт. У всех разная вот эта вот скорость всасывания. И почему, собственно, разваренный рис и разваренный картофель, у них вот так называемый гликемический индекс высокий. Поэтому не просто, не надо прям вот ограничивать, да, надо просто давать тот рис, который медленнее всасывается, это бурый рис. Бурый рис, а картошка должна быть запеченная. Картошка, прям вот скажу, ой, чем больше пищевых волокон, тем медленнее будет всасываться. Но можете просто добавить отруби, да, в тот прием пищи, где идут эти продукты. И если уже вот прям совсем говорить, нельзя вот какие-то продукты прям не суррогатные, да, нельзя категорически ограничивать. Пусть будет чуть-чуть риса, пусть он будет бурый. Если это молодой картофель, пусть будет запеченный молодой картофель со шкуркой, это принесет определенную пользу, да, принесет калий. Картошка принесет калий вашему организму, тем самым, да, поможет регуляция артериального давления. Но опять же, если вы едите рис или картофель, обязательно должны быть листовые овощи. Петрушка, укроп, сельдерей, редиска. Так, больным сахарным диабетом сахар нельзя совсем или есть какие-то допустимые дозы сладкого. Вот понимаете, что такое сахар? Это моно, олигосахара, да, то, что мы заограничиваем. Совсем нельзя сахар, это сахар, рафинированный белый сахар. Но если мы берем сахара, который находится во фруктах, то мы, собственно, разрешаем, да, потреблять эти сахара. С фруктом мы едим в первой половине дня. Опять же, я сейчас не могу за полчаса рассказать вообще во всё про всё. А вот по поводу сахарозаменителей, эритрит и стеви – это самые такие, да, безвредные сахарозаменители. Спасибо.